Праздничные мероприятия в честь Дня России прошли и в Ялте. Торжественная часть праздника традиционно началась с митинга. Перед жителями и гостями города выступил его глава Алексей Челпанов. На протяжении долгой истории наша страна великая меняла свои границы, но не меняла свой русский дух. Мы смогли победить в Великой войне Великой Отечественной, восстановить нашу могущественную державу. Мы лучшие в мире спорта и культуры, в мире искусства. Уже пять лет республика пишет свою новую историю, историю российского государства. Многое вместе с вами уже сделано, но еще больше предстоит сделать. Там же, на главной площади города, свои первые паспорта граждан России получили юные ялтинцы. После гостей праздника пригласили на набережную. Там для них выступили местные школьники с танцевальным флешмобом «Русь танцевальная». Актеры представили тетрализованное шоу, героями которого стали персонажи русских народных сказок, рыцари и супергерои. Специальную программу подготовили для самых маленьких гостей праздника. Их развлекали мастер-классами по работе на гончарном круге, росписи пряников и тканевых игрушек, созданию оригами. В конце праздника дети получили сладкие подарки. Им раздали около 800 пряников. Интересно привести время смогли и взрослые. Для них на набережной открыли выставку, посвященную Году театра в России. На стендах – краткий экскурс в историю самых знаменитых театров страны. Также все желающие могли рассмотреть и сделать фото с полуторметровой бумажной копией самого известного храма страны. Храм – это Василия Блаженного, что на Красной площади находится. Делал я его 9 месяцев. Нет, мне помогали делать, ну, мой муж помогал делать модули. И внук, вон у меня там сидит, тоже помогал мне делать модули. На изготовление этого храма ушло 50 тысяч модулей. Завершился праздник выступлением ведущих творческих коллективов, ярким фейерверком и дискотекой.